Добрый вечер! В студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. Поговорим о том, что нас окружает. Не знаю, станет ли для вас эта информация новой или неожиданной. Но факт остается фактом. Детские игрушки, лекарства, одежда и даже некоторые пищевые продукты имеют в составе нефтяные компоненты. Лакокрасочные материалы, электрические кабели, синтетические удобрения и даже, вы удивитесь, жевательные резинки, которые мы так любим использовать для свежести дыхания, имеют к нефти, вернее, к производным от нефти самое непосредственное отношение. Ну и теперь вы понимаете, каким колоссальным богатством располагает наша республика, которая не только добывает нефть, но и имеет и постоянно развивает собственный нефтехимический комплекс. Это наше достояние, в любом случае наша доходная база. Хотя в Татарстане есть четкое понимание, что в вопросах углубления переработки нефти и нефтепродуктов, развития химической промышленности нам нужно двигаться еще дальше. И этот процесс, по планам республики, необходимо вести одновременно с амбициозным увеличением базовых мощностей. Эта амбициозная задача возложена на одного из лидеров нефтехимической отрасли в России, компанию Нижний Камск Нефтехим. Подробнее о том, как она притворяется в жизнь, в нашей программе, смотрите в этом выпуске. Мы уже приступаем к такой фазе, когда начинается настоящая активная работа. С перспективой роста на международном форуме в Петербурге подписано соглашение о финансировании нового олефинового комплекса в Нижний Камске. Чего управление ведется с операторами. Флагман нефтехимии России. Что из себя представляют основные производства Нижний Камск Нефтехима? Те проекты, которые здесь реализованы нашими ветеранами, позволяют нам быть самыми конкурентами не только масштаба страны, но и на мировых рынках. День химика. Яркие краски главного для Нижний Камска праздника в репортаже от наших корреспондентов. Жилищные программы Нижний Камск Нефтехим. Как мечты о собственной квартире стали реальностью истории счастливых новоселов. Мировой нефтехимический рынок растет стремительными темпами, в среднем на 6-7% в год. И будет расти дальше, отмечают аналитики. Потому как это обусловлено целым рядом причин. Во-первых, ростом спроса со стороны так называемых отраслевых потребителей. Это более чем серьезные отрасли. Такие как строительство, упаковка, транспорт, текстильная промышленность, здравоохранение и так далее. Во-вторых, дополнительным драйвером роста может стать улучшение экономики США и стран еврозоны. А также благоприятная обстановка в экономике стран Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. И этот регион во главе с Китаем занимает лидирующие позиции в области потребления нефтехимической продукции. Занимая более 50% доли мирового рынка. И понятное дело, что конкурентная борьба разворачивается острейшая. Мировыми лидерами в этой сфере на текущий момент являются США, Япония, Китай, конечно. Из европейских стран Германия и Франция. Россия пока серьезно отстает. И поэтому для нас стратегически важно удвоить, утроить усилия в этом направлении. Татарстан и Нижнекамск могут стать точками роста нефтехимической отрасли в стране. Все предпосылки для этого есть. Сегодня Нижнекамск нефтехим реализует около 2 миллионов 400 тысяч тонн товарной продукции в год. Более половины этого объема составляют полимеры. Синтетические каучуки и пластики в целом почти 1 миллион 400 тысяч тонн. Предприятие является ведущим производителем синтетических каучуков в России, обеспечивая 52% выпуска этой продукции в стране. И является вторым по величине производителем пластиков. На зарубежном рынке Нижнекамск нефтехимов первые десятки крупнейших производителей синтетических каучуков, занимая седьмое место. А по изопреновому каучуку мы самый крупный мировой поставщик с долей 47%. Все это хорошо, но для того, чтобы сохранить эти позиции и двигаться дальше, предприятию необходимо наращивать свои базовые мощности, в частности по производству этилена. И компания уверенно и амбициозно движется к поставленной цели. Очередной шаг был сделан совсем недавно на Петербургском международном экономическом форуме, где было подписано стратегическое важнейшее соглашение по финансированию нового олефинового комплекса в Нижнекамске. Все подробности прямо сейчас. Одно из самых ожидаемых и важных событий Петербургского международного экономического форума не только для компаний «Таиф» и «Нижнекамскнефтехима», но и всего Татарстана, всей России. Фактически оно знаменует новый этап развития всего нефтехимического комплекса страны. В Нижнекамске будет построен новый олефиновый комплекс. Соглашение об открытии кредитной линии между Нижнекамскнефтехимом и организованным Дойче Банком консорциумом банков обеспечивает для этого грандиозного проекта необходимую финансовую базу. Данное кредитное решение, оно позволит появиться крупнейшему производству в Нижнекамске 600 тысяч тонн и телена. Это то, что мы сегодня уже имеем. Это удвоение в два раза. Я всех нас поздравляю с этим событием. Уже в июне начнется настоящая работа, уверяют специалисты. Средства на строительство нового комплекса в Нижнекамске выделяют пять немецких банков. Ровно год назад также на площадке Питерского экономического форума состоялось историческое подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве между акционерным обществом «Таиф» и немецким концерном «Линде». Масштабный документ – основа для дальнейшего взаимного сотрудничества. Подписанное на форуме соглашение с Deutsche Bank об открытии кредитной линии под этот проект стало логичным продолжением всей проведенной специалистами организационной работы. Кредитное соглашение рассчитано на 807 миллионов евро и одобрено правительством Германии. Действовать оно будет до 2032 года. Руководство Deutsche Bank не скрывает своего удовлетворения. Сам проект имеет очень большую ценность и он прибыльный. Наша миссия, собственно говоря, это наш один из основных бизнесов и наша цель – поддерживать проекты в России, где участвуют немецкие технологии. И мы всегда ищем самые лучшие проекты, которые мы могли бы финансировать. Мы уже приступаем к такой фазе, когда начинается настоящая активная работа. Мы уверены в своих партнерах – это надежная компания. Впереди много работы, но самое главное, что у нас есть потенциал – это люди, которые владеют технологиями как со стороны Линды, так и владеют технологиями со стороны Нижнекамс-Нефтехим. В планах построить в Нижнекамске новый этиленовый комплекс с суммарной мощностью 1 миллион 200 тысяч тонн в год по этилену. Проект будет воплощаться в четыре этапа. Во время реализации первого этапа до 2022 года планируется возвести комплекс мощностью 600 тысяч тонн. В целях его реализации и подписан контракт на проектирование и поставку оборудования с Линды. 85% от цены контракта будет профинансировано из кредита под покрытие страхового полиса «Оллер Гермес», выделенного пятью немецкими банками. Основным кредитором выступит «Дойче Банк», но также средства предоставит еще четыре банка. Всю сумму кредита компания получит в течение четырех лет, которые отведены на строительство комплекса. Кредитные соглашения «Гермес» дает старт активной фазе первого этапа проекта. Итак, Нижнекамск «Нефтехим» вместе со своими зарубежными партнерами приступает к активной фазе реализации амбициозного проекта. Цели обозначены, финансовые источники для их достижения определены. Финансированием проекта займется, как мы уже сказали, консорциум из пяти немецких банков, который выделяет на эти цели 807 миллионов евро сроком до 15 лет. В перспективе, а именно к 2023 году, Нижнекамск «Нефтехим» планирует выйти на следующие показатели. По этилену до 1 миллиона 200 тысяч тонн, по синтетическим каучукам до 1 миллиона тонн в год, по производству пластиков до полутора миллионов тонн. Все эти результаты реальные и достижимые, но при одном условии. Если татарстанская компания будет не только вкладывать средства в новые производства, но и параллельно модернизировать действующие заводы, не забывая при этом о природоохранных мероприятиях. И пока в Нижнекамске все складывается так, как задумано. Повышение конкурентоспособности продукции, услуг и процессов – это одно из основных обязательств политики Нижнекамск «Нефтехим». Постоянное совершенствование и модернизация производств позволили предприятию за полувековой срок достичь статуса одной из крупнейших нефтехимических компаний. В конце прошлого года нововведения коснулись завода «Этилена» – одного из самых значимых производств ПАО «Нижнекамскнефтехим». Скоро здесь будут введены в эксплуатацию новые печи пиролиза. Они являются первым звеном технологической цепочки, где под воздействием высокой температуры происходит разложение сырья на необходимые компоненты. Всего на заводе «Этилена» имеется в наличии 16 печей пиролиза. Как только в строй будут введены новые печи пиролиза типа СРТ-6, из эксплуатации выведут старые печи типа СРТ-2. Одно из основных преимуществ нового оборудования – это энергоэффективность и экологическая безопасность. Согласно базовому проекту новых печей предусмотрено большое количество блокировок, которые исключают какие-либо нештатные ситуации, повышают противоаварийную защищенность. После ввода в эксплуатацию новых печей сократится потребление топливного газа, а также уменьшится выброс вредных веществ в атмосферу. Кроме того, на деле две новые печи заменяют аж четыре старых. Соответственно, выход «Этилена» больше, ну и селективность печей тоже выходит. Как раз если со старыми печами сравнить, выход «Этилена» на этих печах 24%, а на этих печах уже идет по 28-29% только «Этилена». Наблюдение за процессом пиролиза происходит в операторной. Сегодня здесь до сих пор трудятся те, кто участвовал в строительстве и запуске главного производства Нижнекамск-Нефтехим. На заводе «Этилена» Владимир Асихин начал работать еще в 1974 году машинистом технологических компрессоров. Он рассказывает, что за это время на производстве произошло много положительных изменений. Если раньше вот здесь, вдоль стены, все приборы стояли, да, мы к ним привыкли. Вначале казалось, как это мы будем на компьютерах работать. Но сейчас уже без компьютеров не представляем. Очень удобно. Все управление ведется с операторной. В любой момент можно посмотреть любой параметр анализа, и то записывается в компьютере, не надо что-то доставать и стать. А это уже завод изопрена «Мономера». Здесь производят изопрен, из которого далее получают синтетический каучук. Он является главным экспортируемым товаром предприятия. В этом году в связи с увеличением выпуска изопрена до 333 тысяч тонн в год на заводе был построен новый цех по производству изобутилена. Он является одним из звеньев технологической цепочки. Технология, которая применяется на новом объекте, уже ранее использовалась в Нижнекамск-Нефтехиме. Отличительная особенность нового производства – это его более надежное и модернизированное оборудование. Данное производство более экологичное по сравнению с существующим за счет применения новых типов электрофильтров, установки дополнительных выносных циклонов, что раньше не было на существующих производствах, ну и применение современной системы автоматизации, установки быстродействующих отсекательных клапанов для снижения риска возникновения нештатных ситуаций, ну и оборудование более современное, более надежное. Алгоритм работы цеха полностью автоматизирован, что упрощает работу персонала. При необходимости любой процесс можно остановить и запустить, не выходя из операторной. Введена в эксплуатацию и новая установка по производству формальдегида – еще одного важного элемента для выпуска изопрена. Она базируется на британской технологии Johnson & Matthew Formax. Несмотря на компактные размеры, новая установка включила в себя последние современные технологические решения, повышающие энергоэффективность и безопасность, а также к минимуму сведено негативное воздействие на окружающую среду. Здесь получается более концентрированный формалин. Если на существующей установке мы получаем 40%, здесь мы получаем 55%. Это в итоге потом улучшает технико-экономические показатели производства изопрена. За счет дожига выхлопных газов, содержащих вредные и опасные вещества, более экологичные. Что касается экологичности технологий и экологии в целом, то за 2017 год на предприятии выполнено 96 природоохранных мероприятий, на которые было потрачено более 1 миллиона рублей. Экологическая эффективность производства Нижнекамск-нефтехима существенно повысилась именно благодаря применению современных технологий, рациональному использованию природных ресурсов, обновлению и модернизации технологического оборудования. На данный момент продолжается реконструкция биологических очистных сооружений, на которых очищаются не только стоки предприятия, но и стоки с промышленного узла, а также городские коммунальные стоки. Она предусматривает модернизацию узла механической очистки химзагрязненных стоков. Здесь будет использована уникальная система отдувки газов и стоков с последующей их очисткой на уникальной системе биофильтров. Кроме того, будет проведена реконструкция химической лаборатории БОС с оснащением современного оборудования. Конечно, надо всегда помнить, как бы мы много в нашей программе не говорили о технологиях, в финансовом аспекте в основе всего всегда люди. В случае с Нижнекамск-нефтехимом это многотысячная армия высококвалифицированных специалистов. Молодых профессионалов и опытных работников. Ветеранов отрасли, ученых и рационализаторов. Студентов и школьников. Все они, так или иначе, работают на общий результат. На экономику города, района, республики, всей России. Традиционно в Нижнекамске в конце мая нефтехимики дружно и торжественно отмечают свой профессиональный праздник. Как он прошел в этом году, узнаем из следующего репортажа. Шестой год подряд Нижнекамск стал центром празднования Дня химиков в Татарстане. Ни для кого не секрет, что именно в городе Накаме сосредоточены ведущие предприятия нефтехимического и нефтеперерабатывающего сектора нашего региона. Здесь собрались представители всех крупнейших химических предприятий республики. Но главным гостем праздника стал президент Татарстана Рустам Миниханов. По традиции он обошел выставку, где свои экспозиции представили ведущие нефтехимические предприятия республики. И первый стенд был посвящен Нижнекамскнефтехиму. Здесь есть историческая часть нашей экспозиции, как развивался, как происходило становление нашего предприятия. Есть экспозиция, посвященная сегодняшнему дню и перспективным направлениям, перспективным нашим планам. Отметив свой полувековой юбилей, Нижнекамскнефтехим продолжает реализацию масштабных проектов и наращивает мощности. По итогам четырех месяцев увеличен выпуск практически по всей номенклатуре основной товарной продукции. Об этом генеральный директор предприятия Азадбик Мурзин лично рассказал Рустаму Миниханову во время осмотра выставки. А после гости прошли в зал, где началась торжественная часть. Ведущие компании, которые задействованы в химии, нефтехимии, переработки полимеров, поздравили заместитель премьер-министра Татарстана, министр промышленности и торговли Альберт Каримов. Глава Нижнекамского района Айдар Медшин от имени группы компаний ТАИФ с приветственным словом ко всем присутствующим обратился генеральный директор Нижнекамскнефтехима Азадбик Мурзин. От всей группы компаний ТАИФ, лично от генерального директора группы компаний ТАИФ Шеггудинова Альберта Кашапыча, я желаю всем самого хорошего, здоровья, успехов в работе, исполнения жизненных планов, семейного счастья. А предприятиям нашей отрасли, реализации всех намеченных планов, успехов и процветания. Всех с Днем Химиков. Спасибо. Несмотря на то, что появление современных технологий сегодня дает толчок развитию отрасли, главное ценность к ним производства это, конечно, люди. Некоторые из них трудятся на предприятии целыми династиями. К примеру, семья Борисовых. Их общий трудовой стаж насчитывает 257 лет. Наша династия, она очень большая. Вслед за нами сыновья подросли, они тоже пришли работать на химкомбинат. Но у меня, положим, здесь все сестры работают, а их дети, то есть племянники, даже внуки уже сейчас работают. С профессиональным праздником ветеранов перед веков производства и всех собравшихся в зале поздравил и президент Татарстана Рустам Миниханов. Он отметил, что именно нефтехимическая отрасль сегодня задает темп развития республики. Те проекты, которые здесь реализованы нашими ветеранами, позволяют нам быть самыми конкурентами не только в масштабах страны, но и на мировых рынках. У нас большие планы, у нас большие программы по дальнейшему развитию. И, конечно же, сегодня и средние, дальние перспективы, точка роста республики – это химия и нефтехимия. Лучшие из лучших из рук Рустама Миниханова получили почетные грамоты президента России. Почетную грамоту президента России получил слесарь Покип ИА 6-го разряда, Центр автоматизации Нижнекамск-нефтехима Закария Давлетгареев и аппаратчик перегонки 6-го разряда цеха синтеза окиси и тилена, завода олигомеров и гликолей Нижнекамск-нефтехима Равиль Белалов. Звание заслуженный химик республики Татарстан было присвоено Александру Соколову. Пожелание развивать производство, обеспечить уровень его безопасности. Производство дает жизнь нашему городу. Награждения чередовались с красочным выступлением лучших вокальных и танцевальных коллективов Республики Татарстан. Настоящим подарком для всех и заключительным аккордом вечера стало выступление известного российского певца и музыканта Валерия Стюткина с концертной программой. Каждый раз торжества по случаю профессионального праздника нефтехимиков проходят красочно и масштабно. И никого не удивляет, что проходят они в Нижнекамске. Город справедливо называют столицей нефтехимиков, а само предприятие Нижнекамск-нефтехим давно уже практически с момента основания получило статус градообразующего. Вообще это тот случай, когда город и завод это практически одно целое. Помните, как у Маяковского? Мы говорим Ленин, подразумеваем партии. Мы говорим партия, подразумеваем Ленин. Так и здесь. Нижнекамск и Нижнекамск-нефтехим как близнецы и братья. Не секрет, что в 60-е, 70-е, 80-е, 90-е практически все объекты города, в том числе социальные, строились по титулу Нижнекамск-нефтехима. Это школы, детские сады, медицинские учреждения, объекты культуры, коммунально-хозяйственного и бытового назначения. Пришли новые времена, появились новые вызовы, изменились экономические отношения, но принципиально ничего не поменялось. Нижнекамск-нефтехим и сейчас во многом обеспечивает поступательное развитие Нижнекамска, помогая муниципальной власти решать многие насущные городские вопросы. Так было, так есть и так, наверное, будет всегда. Ибо практически каждая нижнекамская семья так или иначе связана со своим градообразующим предприятием. Нефтехимики сегодня инвестируют колоссальные средства в развитие города. Назову несколько цифр. Только в год 50-летия города Нижнекамск-нефтехим вложил 90 миллионов рублей в реконструкцию набережной. 70 миллионов в ремонт внутриквартальных дорог в Нижнекамске. Более 123 миллионов рублей в ремонт объездных дорог, повышение благоустройства дорожной инфраструктуры города Нижнекамска. Но это еще не все. К юбилею самого предприятия нефтехимики сделали очередной подарок любимому городу, направив значительные средства на улучшение городской инфраструктуры. 60 миллионов рублей на благоустройство площади Лимаева. Порядка 40 миллионов рублей на обустройство пешеходной зоны рядом с Ледовым дворцом. Социальная ответственность для Нижнекамск-нефтехима – это важнейшая составляющая политики предприятия. Причем это касается не только инвестиций в городские проекты и в городскую инфраструктуру, но и собственных социальных программ. Их множество, и затрагивают они самые разные категории работников – и молодых специалистов, и ветеранов. Сегодня мы расскажем вам только об одном из направлений этой большой работы. Нижнекамск сегодня один из красивейших и наиболее благоустроенных городов Татарстана. По-настоящему современный город нефтехимиков, где для его жителей созданы комфортные условия для жизни и отдыха. Фанзиль устроился в компанию Нижнекамск-нефтехим в 2016 году. Молодой нефтехимик, как и многие его сверстники, мечтал о своей квартире. Много раньше снимали квартиру, съемную квартиру, сами знаете, это не свое. Услышали на работе об ипотеке, собрали документы, сдали. Прошло 3-4 месяца, наверное, получили ключи. Общая площадь квартиры семьи Шигаповых – 60 квадратов. За просторную, уютную двушку молодые люди ежемесячно платят порядка 12 тысяч. Раньше такую же сумму Фанзиль отдавал за съемное жилье. Соседи у семьи Шигаповых также взяли квартиру по ипотеке. Глава семьи Николай трудится в компании Нижнекамск-нефтехим более 10 лет. После рождения второго ребенка с супругой задумались об увеличении жилплощади. Мы благодарны за помощь, указанную компанией, приобретение хорошей, качественной квартиры. Очень много друзей и знакомых в этом районе проживает. Все работаем на одном предприятии. Вот уже 50 лет руководство Нижнекамского промышленного гиганта делает все, чтобы обеспечить своим работникам достойное жилье. Даже после вступления в силу нового жилищного кодекса России, когда распределение бесплатных квартир в стране завершилось, акционерное общество нашло решение, как поддержать семьи нефтехимиков. С 2005 года началась реализация программы социальной ипотеки в республике Татарстан и участие в ней Нижнекамск-нефтехима. За годы совместной работы с Государственным жилищным фондом при президенте Республики Татарстан предприятие перечислило в фонд 3 миллиарда 839 миллионов рублей. В результате 1439 семей нефтехимиков получили квартиры. В это же время в акционерном обществе продолжала действовать внутренняя программа реализации жилья для своих работников. По ней была распределена 581 квартира общей стоимостью 860 миллиардов рублей. Данное жилье было построено предприятием за счет собственных средств. Цифры немаленькие, но и этих квартир не хватало. Коллектив Нижнекамск-нефтехима с каждым годом пополнялся молодыми и перспективными кадрами. Количество желающих улучшить свои жилищные условия становилось все больше и больше. Поэтому было принято решение запустить для сотрудников предприятия новую дополнительную программу жилищного строительства. Приятно, что жилищное строительство в Нижнекамске по программам группы компаний ТАИФ идет параллельно со строительством необходимой для новоселов социальной инфраструктуры. Если уж Нижнекамск взял высокую планку одного из самых благоустроенных городов республики, ее нужно держать. Это все на сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекморзин. Удачи в делах и финансовом благополучии. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова